напишите нам в комментариях сколько верных ответов вам удалось дать и так что в ссср называли привет горбачеву а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео во время антиалкогольной кампании горбачева народ активно делал брагу для перегонки на самогон брага созревала в бутылях с надетыми на горло резиновыми перчатками по мере брожения перчатки наполнялись газом и поднимались такая система называлась привет горбачеву какой вклад в разоружение ссср внесла компания пепси компания пепси имела в ссср множество заводов по разливу газировки в 1989 году пепси осуществила крупную сделку купив у советского правительства 17 подводных лодок и несколько военных кораблей затем суда были перепроданы на металлолом также в рамках сделки были куплены несколько новых нефтяных танкеров которые у пепси приобрела норвежская компания глава пепси в шутку сказал по этому поводу советнику президента сша по безопасности мы разоружаем ссср быстрее чем вы что можно было сделать с квартирой полученные от государства по ордеру по правилам приема на учет и предоставление жилой площади в ссср государственную квартиру полученную по ордеру нельзя было продать завещать ее кому-то из детей или оформить дарственную можно только с большим трудом ее обменять до официальный обмен был сильно затруднен не было ни газет с объявлениями об обмене квартир не было и официальных риэлторов поэтому существовали черные риэлторы как тот пугливый маклер из советского фильма по семейным обстоятельствам в каком году советские власти внедрили обязательную школьную форму до революции в гимназиях ношение формой было обязательным а в 1918 году эта мера была отменена так как с точки зрения классовой борьбы форма считалась символом принадлежности к высшим сословиям единая школьная форма была введена лишь после войны в 1948 году как назывался журнал в котором публиковались фантастические и детективные произведения с 1961 года в ссср выпускался литературный альманах искатель который сначала выходил раз в два месяца а затем ежемесячно в нем публиковались фантастические приключенческие детективные военно-патриотические произведения а также научно-популярные очерки что появилось в московском метро в рамках подготовки к олимпиаде 80 в преддверии олимпиады 80 столица тщательно готовилась к приему иностранных гостей например в метро появились надписи на английском языке и яркие люминесцентные лампы в вагонах кроме того станции были оснащены электронными часами которые показывали точное время вплоть до секунд что советские мальчишки делали с карбидом после завершения работы сварщики вытряхивали из баллонов карбид кальция мальчишки собирали крепкие камушки с сильным запахом и бросали их в лужу из-за выделения газа ацетилена вода начинала шипеть и пузырится что можно было получить сдав 20 килограммов макулатуры с 1974 года в ссср действовала программа книги в обмен на макулатуру человек сдавший 20 килограммов макулатуры получал талончик который можно было обменять на книгу в магазине в каком году в ссср были ликвидированы магазины березка в 1961 году в ссср была создана сеть сертификатных магазинов березка там реализовывались пищевые продукты и потребительские товары за иностранную валюту или сертификаты позднее чеки в январе 1988 года в рамках кампании по борьбе с привилегиями сеть березок была ликвидирована что нужно было сделать со счастливым билетиком из общественного транспорта билет у которого суммы первых и последних трех чисел совпадали считался счастливым чтобы сопутствовала удача его нужно было немедленно съесть как назывался круизный лайнер на котором семён семёнович горбунков из бриллиантовой руки отправился в путешествие лайнер михаил светлов назван в честь поэта драматурга и военного корреспондента лайнера с таким названием в порту не было надпись была нанесена специально по просьбе леонида гайдая на круизный лайнер победа почему юрий саранцев озвучил остапа бендера в кинофильме 12 стульев которого сыграл арчил гомиашвили в фильме леонида гайдая 12 стульев остапа бендера сыграл колоритный актер арчил гомиашвили но он говорил с грузинским акцентом поэтому режиссер доверил озвучить персонажа другому актеру бендера озвучил юрий саранцев из-за этого гомиашвили обиделся на гайдая и не разговаривал с ним несколько лет какие духи подарил надей полит в фильме ирония судьбы или с легким паром в фильме ирония судьбы или с легким паром и полит подарил надежде самой желанной для женщин того времени подарок настоящие французские духи узнаваемый флакон и коробочка несколько раз мелькают в кадре это духи климат атленком которые были очень популярны в ссср в семидесятых годах кто из руководителей ссср сказал мы большевики в чудеса не верим это высказывание иосифа виссарионовича сталина из политического отчета центрального комитета 16 съезду вкпб на съезде присутствовало 2159 делегатов из них 1268 делегатов с решающим и 891 совещательным голосом представлявших миллион двести шестьдесят тысяч восемьсот семьдесят четыре члена и семьсот одиннадцать тысяч шестьсот девять кандидатов в члены партии на берегу какого моря разворачивается действие картины белое солнце пустыни белое солнце пустыни художественный фильм режиссера владимира мотыля снятый в 1970 году действие происходит в начале 1920-х годов на восточном берегу каспийского моря закончилась гражданская война красноармеец сухов уже демобилизован из красной армии и направляется домой в самару но ввиду напряженной обстановке сложившийся в средней азии краском рахимов возглавляющий отряд просит сухого остаться еще на какое-то время для сопровождения гарема местного предводителя басмачей как в ссср называлась эта чайная пара одним из самых распространенных видов посуды в советских квартирах была чайная пара мальва которая производилась на барановском фарфоровом заводе у ссср большая чашка и блюдца были расписаны вручную с позолотой за такую красоту нужно было заплатить 5-10 рублей как звали советскую девочку которая посетила сша с миссией мира после гибели саманты смит посетивший ссср в 1983 году американская сторона предложила организовать ответный визит в сша советской школьницы из нескольких тысяч кандидатур была отобрана московская школьница катя лычева с 21 марта по 4 апреля 1986 года она совершила поездку по сша с пропагандой мира встретилась с президентом рональдом рейганом кто является автором слов к песне мои года мое богатство песня мои года мое богатство было написано в 1981 году композитором георгием мавсися нам на стихи роберта рождественского композиция блистательно исполненная кикабидзе положила начало новому зрелому периоду в его творчестве и стала визитной карточкой артиста сколько раз был женат никита хрущев а пока идет отсчет времени поставьте лайк видео никита сергеевич хрущев был женат три раза первая супруга ефросине писарева умерла от тифа от этого брака осталось двое детей со второй супругой марусей хрущев прожил недолго но даже после развода продолжал помогать и ее детям от предыдущего брака третьей женой никиты сергеевича стала не на кухарчук она стала первой из жен советских вождей которая сопровождала своего супруга на приемах и в заграничных поездках а теперь традиционный бонусный вопрос без ответа отгадайте что это за устройство в данном коротком ролике и для чего она используется и а а а а а а а а и Напишите в комментариях ваш вариант ответа, что это за устройство и для чего оно используется. Надеемся, что вам понравилось. Мы порадуем вас еще массой увлекательных тестов на различную тематику. Подпишитесь на наш канал и вас каждый день здесь будет ждать новый занимательный тест.